Добрый день! Сегодня белорусские мытники означают свое профессийное свято. Мытная служба нашей краины святкует 25-годовый юбилей. У этой хвилины в Гомельском храдском центре культуры начинаются юбилейные урочистости. Сегодня роды Гомельской мытни попойнили 44 супрацовники. У знаковым мест на Аллее Героев молодые люди принесли присягу на верность Республицы Беларусь. За 23 годы деятельности Гомельской мытни у бюджет краины пераличена сумма эквивалентная 7 миллиардам долларов США. За первые с 93 года выявлено больше 40 тысяч администрационных правопорушений распочата с выше 300 криминальных справ. Зараз белорусская мытня по основных параметрах вышла на узровень лепших сусветных стандартов. Учарашним студентам, как стать профессионалами, еще придется вучиться. Але уже зараз молодое пополнение разумеет, что от их працы у многим будет залежить экономичная безпека Беларуси. Будут выполнять самые разнообразные функции. Кто-то будет осуществлять таможенный контроль, кто-то больше будет осуществлять таможенный контроль на границе либо в ведомственных пунктах таможенного оформления. Кто-то, наверное, будет работать больше по экономической части, в нашем экономическом блоке так называемом. Есть сотрудники, которые попали в правоохранительный блок, в отдел таможенных расследований. Круглый стол для журналистов на тему профилактики и правопорушений у сирот неполнолетних отбылся сегодня в Управлении внутренних справ Гомельского облыва Конкама. Удельники размовы надали увагу мерам попереджения злочинства у сирот неполнолетних роли семьи в выховании детей. Закранули тему высветления обставинов, которые погрожают житию и здоровью детей. Круглый стол в Управлении внутренних справ по пытаниях подлетковой злочинности все лето мая особливое значение. Гомельская область з'является лидером по колькости правопорушений у молодежной масяродзи. За 8 месяцев 2016 года зафиксовано больше 250 злочинствов. Больше за все подлетки учиняют крадежи, потомудут правопорушения, связанные с оборотом наркотыка и хулиганствы. Колькость опошних дарыш и селета удалось искратить амалю двая. Однако правоохранительных, больше чем ранее, хвалюя проблемы у делу молоди у распаусюджывания наркотыка. За это все лето в регионе узбуджены 26 криминальных справ. Это больше, чем у остальных областях краины. Проблемы две. Жадание молодых утка узбагатиться и обыяковость батьков до занятости своих дятей. Да, школа, да, прокуратура, да, милиция, да, культура, медицина. Но мы это все второй, третий, четвертый, пятый, шестой номер, как говорится. Первый номер – это семья. И поэтому вот с Порошиным Сергеем Ивановичем было еще несколько лет тому назад принято решение. В первую очередь необходимо реагировать и пытаться чего-то достучаться через семью. Для батьков главное – заразуметь, что обставинов, какие погрожают житям и здоровью дятей, все незначально больше, чем ранее. Например, часто подлетки утягиваются у криминальные справы праз-интернет. Крадуть майомость с рахунков владельников становятся дробными распаусюдживальниками спайсов. Або сами створают нелегальные интернет-магазины по реализации наркотиков. До конца, конечно, они все равно не понимают опасность этого, но легкий заработок они прекрасно понимают. Одна закладка – от двух до трех долларов. Вот посчитать, сколько они сбегали за день, сделали закладок, соответственно, сколько получили денег. Алисёня, проблемы детей не обмяжёвываются только утягиванием у криминальной осяроди. Многие сами становятся ахвярами злочинства. Утымлюку накерованных супрать особы. За восемь месяцев 1058 детей являются пострадавшими от преступлений. Конечно, да, большую часть составляет это преступление, такие как алименты, они являются потерпевшими. Но посмотреть, если статистику, то по Гомельской области за восемь месяцев уже 52 пострадавшие девочки. В сравнении с прошлым годом их было 30. Но вот я специально ещё посмотрела, как обстоят дела в других областях, то Брестская область – 25, Витебская – 15, Гродненская – 32, Минск – 13, Минская – 46, область Могилёвская – 40. То есть мы опять же в лидерах. Приклад жорсткой меры профилактики изменений у криминальном кодексе, яке отбыліся сёлята. По-перше, за распаусюджування спайсу отказнасть предугледжена с 14 годов. По-другой, повялечены терміны «пакарання». По-третье, уведена отказнасть за знаходженні у наркотичным стане у громадським місце. Повялечены так само и меры покарання за реализацию некурильных тытунёвых сумесів от штрафов и арышту до конфискации майомасті. Александр Гамоля, Валерий Гапанько, Віктория Шумак, телерадиокампанія «Гомель». Сьогодні у Гомелі почалося створення музея гісторії студотрадовського руху. Почас брифінгу, присвяченого гэтай падзеї, перші експонаты передалі ветераны студентських формірованняў. Студотрадовський рух на територію Беларусі сваю гісторію вядзе з початку 60-х годів минулого стагодзе. Студенты оказывали допомогу сельско-господарчым прадприємствам і узводзіли промыслове прадприємство і працавалі на Бамі і Целіне. Сьогодні аб гэтым нагадываюць значкі, футаздымкі, узнагороды, які заховаюцца ў былых байців студотрадов. Сьогодні задач створенні музея студотрадовського руху, адлюстраванні ідей мирной створальной працы беларускай молодзі. Перші рэчы ў будучыю експозицію сьогодні аперадав комісар одного затрадов середзіны 60-х годів Валянтін Чепілаў. Дарэчы, місце размяшчэння пакуль не вызначына, гэта будзе залежыць от колькості сабраных експонатаў. Канечна, мы надзеўмся на непосредственную атрибутіку студотрадовського движэня. Это значкі, это бойцовкі, это, возможно, путёвкі, которые выдаваліся бойцам студенческих отрядов, командирам, комісарам. Обращацься можна для передачи этих атрибутів в Территориальні комітеты Общественного объединення Беларусський Республиканский Союз молодёжи і непосредственно областной штаб студенческих отрядов, которые нахоэцца, советская 126, горад Гомель. Дарыча, с завершэнім лета студотрады не спынили сваю дзейнасць. Увольны адвучобучасу Гомельской областной больнице урачам допамахаюць студэнты медуниверситета. Першы падобны студотрад сформіравалі тут ў минулым годзе, а сё лето жадаючых стало удвоя больш. Патрабязнасті ў наступным сюжэте. Пятикурсніца Дыяна Рэтнер спастігая професію урача не толькі ў стенах Гомельського медуниверситета. Яна праходзіць навучэння на лячымным факультэці і параллельно отрымлівая практичні навыки ў областной клинічной больнице. Знайсці місце по спеціальності, як аказалася, не так і просто, але ж ёй пашэнцавала. Я искала роботу с четвертого курса, вот как третий курсакончик, і сразу начала искать. Не було такой возможности, все места студентами були заняты, но в мае місяцце я нашла место в областной больнице. Спасію байшой колективі нашого отделення отриналарингологічічіського. І ў мене багато друзів, які з моєго курса, з младшого, з старшого работают в отделеннях. Колосайний опыд для того, щоб стати хорошим доктором в будущем. От такого супраціонніцтва выгода усім. Кіраўніцтва гаворець, наракання ў дапраць будучіх урачів нема. Студенты спастігаюць азу професію з практичні кропкі гледження. У нікім сенсі по поскореній програмі. А ў штатного медперсоналу з'являється більш шасу на допомогу тяжкохворым пацієнтам. Після третьего курса вони имеють право работать, студенты, в качестве средніх медицинських работників. Поэтому вони окажуть большое подспор'я нам. А в шестнадцатом году, то есть в этом году уже сформировано, 4 тряда из студентов по 10 человек. Они работають в отделениях, в хірургічніх отделениях, в реанимаціях, в нейрохірургії. В общем-то, в таких достаточно ответственних, серйозних отделениях. За рознакомішими студентрадовскі рух набуває ўсё більший розмах. Яну ізразуміла, молодь активно хоче проявляць сябі у розних сферах деяності. І добре, коли ў гэтам жадані їх підтримлюють. Те люди, які у нас здесь і в студентських отрядах, вони і на сцені, вони і в спорте, вони і в обшістній жызні. То есть, вони соціально активні личності, які, я думаю, не підведуть будучі і наш університет, і нашу страну. Наталія Ігнатєнка, Ганна Кавалёва, Ігар Марышчанка, Телерадо, Кампанія «Гоміль». У рамках мероприємства панове дзені парадку на землі ў Житкавічых почали створать пляцоку военной техніки. Її размістіли на місце, якою долгий час не використовувалася. Сё літа ў Житкавічських школьніка з'явіўся новий выраз пайсті гуляць на танчики. Менавіта так, яны называюць открытую пляцоку у военной техніки, якая створаецца у мікрорайоні Азёрны. На гэтым місце, дзе долгий час знаходзілися зароснікі Акацы, будуть уладкаваны дзіцячая гульневая пляцовка і зона адпачынку. Але основна місце адвозіцца в іставі военной техніки. Меркуецца, што до конца года тут установять девять узоров техніки, шэсть з їх у тым ліку военный вертолёт перадає Міністерства Бароны. Як чыкаецца пляцовка, не толькі стане новай славутостю районнага центра, але й будзе спрыять патриотычному выхаванню. Большой мікрорайон, гдзе очень много дзятвары. А дзятваре нужна, во-первых, настояще, боевая, немуляжная. А вот такая техніка, гдзе можна палазіць, поіграть, што-то узнаць і, наверное, спрофоріенціроваць. На гэтым выпуск завершен і у студы працавала Наталья Ігнатєнка. Мы сочым з развіцем падію Гомелі в області заставайтеся з нами.